я предлагаю чат короче наебал перга gta gta на мы еще будем играть в мафию в gta меня будут учить и вытучить играть мафию вот а потом а потом ваще так или иначе не забывайте вводить промокод хелл е играем мы на сервере rainbow наша организация ширится кто хочет купить в организацию самое время такс но а мы запускаемся мы запускаемся блин слушайте я я я думаю что может давайте сменим имя это в мэрии надо я предлагаю переименоваться прямо на сергей хелл е прям так так и зовут не будет прикольно тим марки в пизду типа в парке в пизду реально марте уже не актуально это муж надо пора пора уже знаете обезличенным понимаете давай надо в мэрии поехать здравствуйте ранзи что вы делаете здравствуй марте а что делаете один человек и некорректно так здорово-здорово а чё по закупкам то не было новых закупок что оружие тогда еще разум раме божьем а к марте закупка закупка у нас есть склад 2 это что это за склада это девайта что это за из ну я же вам рассказывал то мы для заработка для нашей компании и создали еще одну организацию для фарма денег так но вы там контролируете все надеюсь конечно да смотрите чтобы ничего не это казенный не просто вы в эту закупили 70 карабинов вы оттуда тащите на главный склад поживут здесь будет быть главный склад вами на страну же нет там места на ширина нет здесь не хватит места не ну хотя бы часть то бить просто очень мало оружия бля ну вы хотя бы ну вот мне ну вы перетащите хотя бы 20 ниц карабина 100 там очень хуя нет я один не смогу перетащить бля пиздец так чё у нас 5 970 тем временем так а вы сегодня забрали да или бонус они или данина а чё нет блять не знаю а хули вы баклуши бьете я спал я работаю по утрам я чувствую за дневным бонусом доебать что ли ну может не ебать потом поймем нет не надо можно справимся но вы-то справитесь короче я работала воне благовония поставить у меня стоит иисус бля все нормально забейте ку иисусу кальян кто-нибудь так это тем временем я короче пойду поработаю и через час мы сегодня будем мафию проводить да конечно я не умею вообще поэтому не нужен кто-то будет вообще говорить как играть но я думаю что мы не будем в турнирную сразу играть там типа правил я какую турнирную обычную блин очень интересно балаган поиграем короче ну окей балаган в общем я поехал работать пока время так сказать хлебное да и где-то через час и может быть час десять час двадцать приеду в офис новые вы поймете и тогда марсер только мафию надо будет в дискорде все-таки играть потому что там есть такой минус если убивают то не слышно ничего абсолютные и там может был за просто сидеть и лежать и ничего не слышит я предлагаю так когда умрешь заходить уже в спецсвязь а пока не умер как бы не заходить да и вообще поведение нет использовать спецсвязь и вообще для разговоров но мутусы короче тому не знаю как объяснить да ебать сложно пиздец нет это не сложно носу ко мне будет наверно сложновато все это мутать блять и кто не так можно любую но я не буду начать так кто будет ведущим пусть он мутрия сидите а ведущего они там нет в смысле блять им точно есть ведущий в мафии что здесь нет ведущего поэтому я и бы мог быть ведущим бреди паример странная хуйня ну ладно вы измените вы реформируете мафию я верю вас странная страна ланг ну короче потом разберемся приеду давайте хорошо работать с господом богом хуйня пиздец когда какая-то в gta корочка эта мафия типа тип необычная время в гараж надо за моей бэхо это уже блять я не хочу бэху бэхо кусок дерьма блять не один типа крутая тачка но ебать а где моя бэхо пиздец а вон она я хочу нормальный автомобиль быть это чё за пиздец блять алена блять это что это вообще это чё за хуй вы чё блять ахуй и как шо блять я в эту иномарку сел чего так погоди ахуй и бать было благодарю за помощь да так так хорошо мы уезжаем так с ну чё механиком чат механиком или таксистом сейчас попробуем пока пока типа люди есть чё считаете погнали таксистом попробуем кей вроде бы сейчас типа не слишком поздно может быть я может быть такси поработаем как бы найти для ради интереса хотя вообще мне кажется механиком прибыльнее работать не знаю почему мне кажется прибыльнее и перестрелки какие-то его минусы стал бы ебаный получает столб ебаный у отлично такси есть так вот такие заказы были блять еще хуй видишь хотя знаете чё круто круче быть механиком то что легче цеплять клиентов как и поменять бля надо в мэрию короче поехать бля штука надо было в мэрию поехать им поменять пиздец точно бля на такси может доехать до туда ну давайте давайте подождем есть не будет заказа я сейчас возьму бэху поеду в мэрию и после этого после этого тогда пойду механиком если не будет ничего еще подождем немного если там в течение пяти минут нихуя не будет более-менее то такси казалось бы причем от украина до чат заходим на сервер обязательно поддерживаем и выступаем в организации мягче такси круче у меня рекламка наверху бля ну хуйня короче хуйня хуйня в пизду блять не хочу быть таксистом говно ебаная согласно чат таксистом гта не имеют смысла потому что машины есть у каждого лоха ебаного понимаете уж такси есть у каждого ебаного лоха так с в мэрию ебашим блять все погнали в мэрию в мэрии сейчас бля и будем делать запрос на смену имени фамилии кстати у меня оружие с собой блять так оружие с собой патроны с собой бронежилет со мной если шо я сошел искать решить проблемы на дороге бляда мало ли мало ли чего так сюда так так дед вход дед ухода не главный нам и машинах говно гузис ты конченый долбоеб держу тебя в курсе ну так чтобы ты знал блять 3 чем мы сидим клоуняра вот эти блять чуваки которые заходят и рассказывают что когда было блять сразу видно что не сидят на стриме и никогда не сидели на нем да и даже если допустить что когда-нибудь на gta когда-нибудь была какой-то цифра потом стала другая типа чё ты хочешь блять даже пошел отсюда нахуй блять сразу тебе говорю ебланов мы не любим а извините кто-нибудь ездить алё сотрудники смысле кто я гражданин того штата конечно хотел мне нужно поменять имя и фамилию хочу другую то есть вам нужен этот адвокат коллеги да я не за кто этим занимается в штате секундочку сейчас надо модные какие-то снизу дорогих этих богачи богачи быстро так все я сообщил гражданин вы куда гражданин так ждем я понимаю пацаны такие богатые просто ужас то не могу прямо шмотки просто лук на ты на миллион долларов не хотели нет так а мне вы вызвали человек который поменять мою личность а то я просто педофил который отсидел в тюрьме и не хочу чтобы люди ассоциировали меня своими старыми ошибками ошибками прошлого люди что хотят они моя группа сопровождения мы общество анонимных педофилов да в бывшем бывший педофил бывшему я уже отсидел свое понимаешь я отдал долг обществу а чё ты отбежал ты ребенок или боишься что ли нет ты педофил ну а чё ты боишься пупсик куда ты ты вроде взрослый мальчик ты педофил ну да и что ну чё ты боишься ты не боишься тебе чуть 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 педвенадцать шури мы вас в тюрьме щемим таких педофил а ты шотис еще сидевшим да а это думаю твоя жопа мне знакома походу я в нее входил вообще чё рассказывайте как у вас дела все было отлично до тех пор пока я с тобой не встретился а я думал до того пока ты не стоял со мной в тюрьме ну ладно ладно не будем вспоминать старые кто вы старый помянет ему глаз вон да или как там я хочу тут подумал они что ты рыжий и педофил причем еще и розовый я я не рыжий а розовый чтобы детей привлекать ты не понимаешь это план капкан капкан был когда мы в тюрьме с тобой ладной ванной мылись капкан был когда твоя жопа мой член засосал это было реально капкан слава богу мы вытащили в конце концов что с тобой делать напоить накурить тебя чтобы ты забыл этот момент встречи со мной денег да и я замолчу не буду рассказывать кому эту историю позорную 100 долларов ты чё с ума сошел ты себя тоже нет не верну еще 1100 мое умолчание стоит четкий 1200 долларов соединенных штатов америки господи храни америки педофила я как первый раз увидел тут и сразу же понял что что-то неприятное и пахнет от тебя невкусным детским шампунем но я пу конечно я же знаю какой детский подход нужен а еще скажу что ты сейчас развернешь оба карманчик у тебя конфеты будет для детей да и даже скроешь корту двумя руками это внутри стране скажи мальчик ты любишь бургеру весь бургер да люблю бургера не твои подойди по ну ладно хочешь подойди поближе тебя угощу в тюрьме больше не повторю я уже два раза повторил раз но почему-то реакции никакой нет а почему работа сотрудники мэрии потому что уже как бы ночное время если вы понимаете о чем я рабочий день исключили адвокат я тоже опять же нет ладно хорошо очень жаль кого меня что похилить искали что похитить похитить мне кажется что ты уверен ты уверен а ты не боишься что я состою в секретном обществе педофилов она может быть ты отойдешь куда-нибудь я полная версия прости но что-то еще вы скажи извини я могучие жесткий а отчетники у тебя происходит дар и не могу не будучи адвокатом дай-ка посмотрю тебе в лицо запомните глаза хищные увидел эти граждане мы не поняли что на тимфе на фил такой прекрасный человек так это 1100 долларов дашь или нет что 1100 долларов 1100 долларов и я отхожу это меня никаких ты еще сто долларов они они это 1100 долларов не езжу на педофил тогда мы о правильно выясненное место куда-нибудь заходи направо давай 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 мальчик мой куда ты побежал ты мой сладенький не бойся я буду ласков ладно на самом деле я не педофил я сотрудник я проверяю людей на то как они реагируют на педофилов и отлично справились сэр отлично все хорошего все хорошо так все теперь самое время поработать механиком я считаю жалко что нет в штате сейчас человека который может нам помочь f10 вроде можно ими менять не слушай это нельзя так сделать это надо делать через специальные таскать органы зато заработал ребят заметьте я всегда зарабатываю вот я себя срываю свой куш то есть я пришел как бы сюда хоп и 100 бачинских просто да вот тут просто просто ничего близ ничего просто куста упала с миру по нитке понимаете с миру по нитке и будут вас миллиарды долларов и ну так вот и так это работает f10 донат это можно так вы не за донат это конечно такое такс ждем заказа пока чё я хотел а хотел меню персонажа вы не вспомнили про лето в у меня подарок смотрите 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 рулетка за ебись я выиграл на свой кайф бля пиздец нахуя он мне не реально реально а чё мне с ним делать типа нах он нужен вообще а он в этом в подарочных валяется так ну чё поехали я думаю починим кого-нибудь сейчас поехали обратно на эту пока ждем заказ заказов у нас нет пойдем все будем разводить а для кальяна надо будет а сбросить чтобы иисусу забивали кальян надо будет сбросить в офис поебашили о нихуя нихуя быстро 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 самый быстрый парень на диком западе его быстро здесь очень близко погнали о девушка добрый день лучший механик этого города здесь починить автомобиль без проблем конечно так все как но смысле дешевая цена лё чуть выше минималки прям буквально чуть-чуть у нас же есть минимум в городе в смысле у вас отличный автомобиль девушку вы отлично выглядите у вас отлично набиты карманы уверен жадность фрая разгубила блять реально охуела пиздец 550 блять поставили бля просто я бы реально за 200 баксов бы не пиздился но серьезно ли я еще ваху блять сет герл ты будешь ступать сука в нашу организацию или нет добрый день прекрасно это нихуя блять так женщины от меня еще никогда не съебывали ну ладно я увидел аж катапультировалась нахуй блять так хорошо погнали погнали уличные магида так чел стоит просто бля знаете чё я за меня замечаю что админы на gtrp в основном девушки блять на полном серьезе яна ева еще это просто пиздец одни девушки админши нурил я верни бы не видел чтобы какой-нибудь там его разобонил кого-то я выступать гриместа ну блять давайте уже ведь прокачалась доброго дня молодые люди блять музыка хуярят его я говнарская хрена погодите аж плевать охота здравствуйте я вам бампер поцарапал ремонт не нужен и вы уверены там пиздец царапина прям ну подумайте ваш такой красивый автомобиль отцарапина на всю жопу разве это респектабельно сами задумайтесь по дешевке минимальная цена будет самый минимальный клянусь да минимальная цена вот подумать вот эти вот эти идите осмотрим автомобиль вот выйдите да выйдите посмотрите на все за вот фар левая побита номер перечеркнут вас полиция может остановить вас номер не видно отказано закрытом а минимальная стоимость специально для вас красиво молодого человека в отличной маске не отказано закрыть ладно хорошо бля сука я и отъебался от него только потому что там вызов поступил я ушел и а он уже вызов кто-то забрал это какая-то сучара блять забрала мой вызов здравствуйте мадам вы можете прострелить колеса и потом сделать и что это не я искать у вас что-то колеса прострелили может он починить и за ним в погоню блять мы так дело не оставим нахуй и очень поэтому нужно помощь срочно блять срочно помощь помощь срочная техническая помощь кому починить автомобиль автомобиль починка автомобиля никому никому блять ебать да вы еще одного снесли нахуй погоди здравствуйте молодой человек почините автомобиль и вас только что сбили я видел бляди даже не отвечаю какие все стесняшки я в ахуе просто да чат ладно ладно ничего я механик не гордый бы ничего страшного так где еще до хуя людей где еще до хуя людей чат где еще до хуя людей больничка мэрия номере там все в мэрии тусят где еще полицейский участок наверное всем погнали бля где вызовы бля чего здесь заехать не могу я чего за хуя хорошо здравствуйте молодые люди срочная автомобильная помощь может кому-то нужно починить автомобиль под красить бампер выпрямить компания пошли накачать колеса пошли пошли давайте кто кому надо пойдем 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 это ваш автомобиль это наш автомобиль ничего себе очень крутой автомобильная спасибо я кто точно ремонт нужен вам бля чел просто в ее волосы а вам починить автомобиль молодой человек играем им генотов сколько сажать это прикинь сколько тут бабок на башках автоматской ячок сайт за вас не штрафуют а вы бы нельзя решить путь в прошлом и местное здесь вести вести 1 официальный кодекс их уже паспартам наизусть выучила а почему не оштрафовали не говоря ну как это нарушение закона прямо вот здесь это как тот не гражданин этого штата отвратительно это смотреть а ты глазки закрой на небо смотри Так мне, блядь, глаза закрыть или на небо смотреть? Ты уж определись, а. А, всё, извините, у меня вызов. До свидания. Так бы я ещё попадался с вами. Да блядь! Молодые люди, вы должны иметь тысячу долларов. Я и за вас вызов просрал. Вы отвлекаетесь здесь от работы людей. И своими масками. Нет, я не пойду. Нет, я не пойду. Я поем перед вами. Смотрите, какой вкусный бургер. Пальчики оближены. О, мне дарят ещё всё. Спасибо, до свидания. Просто манимэн, блядь, чуваки. Манимэн, манимэн, блядь. Манимэн, развожу, блядь. Просто, блядь, изи, изи, изи. В бабки просто текут ко мне рукой, блядь. Я даже ничего делать не надо. Просто поляр, тут ты, сёнку, там, саточку. Так, едем дальше. Так, кого бы ещё... Где лохов ещё найти? Лохи, лохи, блядь. Лохи. Лохи. Вот у этого офиса, давайте глянем. Погнали, 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 погнали. Я боюсь спрашивать, как ты на свою первую квартиру заработал. Тебя лучше не знать, бро. А чё это за офис говна? Погоди. Чё это за офис говна, блядь? Блядь, какой-то... Какой-то гетто, ёбаный, блядь, что за хуйня. Так, где ещё могут быть люди? Подождите, какие точки интереса, где часто люди? Где? Тимаси, привет. Чат, чат, подскажите, пожалуйста. Почта? А какая именно, блядь? Здесь только одна почта. А, ну хотя она... Здесь только одна почта, ясен хуй. Погнали на почту. О, 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 да ебать, блядь. Какой-то мудак, блядь, сидит просто с открытым окном. Сука, не живёт, блядь. Блядь, надо, короче, найти ебаного механику у ёбского. Выкрасть его нахуй. И, блядь, закопать. Надо попросить. Там много... Где много ДТП происходит, дед? У тебя на таких дел есть свои люди. Да я и говорю, может быть, сейчас мои фейковые механиков повызывают и просто разъебут на всех механиков в городе и я останусь один. Тут чё-то никого, ничего. Здравствуйте, ремонт автомобилей высшего класса для самых обаятельных и сексуальных людей, посещающих почту. Бесплатно давай. Не, бесплатно не получится, только по минималке могу. Я же ограничен штатом. Ремонт автомобилей, ремонт автомобилей для лучших сексуальных людей, посещающих почту. Не, здесь все люди заняты хуйней всякой. Окей, говно ебанное, блядь. Здесь говно, они вообще заняты, они вообще заняты. А у вас царапина на правом бампере. Блядь, сучий механик, блядь. Конкурент ебаный, блядь, сука. Может, его расстрелять нахуй? Блядь, а фейковый вызов, сука, ну ладно. Ладно, хотя бы на фейковый вызов, пока скатаю, блядь. Амфитеатр надо? Там все стоят. Амфитеатр как выглядит? Как он отображен, амфитеатр? Не хочешь мне машину починить? Нет, нет, нет. Моя машина, она показывает то, что будет с вашей машиной. Если вы не будете ее вовремя ремонтировать. А уху я сюда приехал? А, у меня был заказ здесь, блядь. Да похуй, блядь. Там все равно NPC был. Там NPC был, поебать. Блядь, что это за сучий, блядь, мудила нахуй катается со мной? Какой-то еблан, блядь. Так, блядь, нихуя нет, нихуя нет. Казино, блядь, где казино? Это казино? Магазин одежды люкс. Ювелирный магазин. Где казино, блядь? Да, не за что не имели. Где казино? Как казино выглядит, блядь? Почему нельзя было рулетку поставить на эту? Казино справа сверху? А, вот, да. Здравствуйте. Вам починить автомобиль? Давай. А то без дверей как-то опасно ездить. Ну ты же сам меня себе сбросил. В смысле, так я, это, ну... Нет, дверь я вам точно не мог, я просто стоял на дороге. Да что, что, что? Да я вообще вон там стоял. Все как новенькое. Блядь, машина заглохла, блядь. Так, хорошо, едем дальше. Ни хуя себе. Молодой человек, молодой человек! Блядь, ебать, погнал. Ебай, это что-то... Блядь, сука. Блядь, я хочу в такие моменты, хочется просто нон-рп достать ствол и разъебать, блядь, да? Блядь, просто пиздец, блядь. Но нельзя, ну нельзя, к сожалению, нельзя, нельзя. Но нельзя этого делать, да. Мы соблюдаем правила, поэтому этого делать нельзя, да. Схуяли, ну, блядь, ну потому что... Да, сука, блядь, господи, права понакупаю, блядь, да, пиздец просто. Чё у меня, блядь? Блядь, мне реально машину починить, у меня колесу пизда понежно, блядь. У меня в машине пизда, ебаный. Блядь, ну я сам себя починить, сядь, не могу. Я сам себя, кстати, починить не могу, к сожалению. Бля, ну здесь все нечего ловить, потому что все внутри казино. Да, здесь вообще хуйня полная. Здесь простые тачки, они все внутри казино, блядь. Так. Бля, где заказы? Бля, станции, что заказов нет. Короче, казино говно. Больше не знаю, куда ебашить. Чё, поехали обратно к больнице, блядь, не знаю. Бля, бедный механик я ухуй, блядь, просто. Да, блядь. Чуму, не ебаные. Сейчас дверь надо закрыть. Все. Тут у всех водителей руки из жопы, это пиздец просто. Это реально не говорите. Просто реально руки из жопы, серьезно. Это просто охуеть. Бля, реально мразь, блядь, сидит и просто вот так караулит. Прикиньте, я в охуе. Просто уебище вот так вот сидит. Блядь, сука, ну это неинтересно. Чё, Рыжая, не нравится тебе? Здравствуйте, молодые люди. Я приехал, она говорит, у нас есть видеофиксация? Что говорить? Я говорю, здравствуйте, молодые люди, вам починить автомобиль, может быть? Нет, не нужно. Вы уверены? Уверены, сто процентов. Ну у вас просто прям жопа у автомобиля разъебанная. Нет, 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 это так стоит. Это так, 20, 20, 20. По минималке починить. Отпиши в рацию, что сейчас приедет жопы. Ого. Что, что, извините? Ну там сколько она, минималка, 300 или 200 долларов будет? Смотри. Да, что? Смотри, ну просто смотри. Так, ну смотрю, чё. Оп, как с этих. Ну, маска чё такая-то кринжовая немного. Не, не, мужик. Спасибо за комплимент. Слушай, да, да. Ты знаешь вообще с кем ты разговариваешь? Вот этот мужик, вот этот. Так, так, и чё, да? У него, на, на, у него на всех покрышках своя подпись. Вот на задней левой у него подпись от Лионеля Месси. А вот ты на передней левой, да, да. Да, да. Идём, посмотрим. Идём. На передней левой у него подпись Рианна Рональдо. Реально вы, вы, вы общались с Месси и Рональдо? Можно пожать вам руку? Ну, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Сейчас я припаркуюсь, погодите. Припаркуюсь, припаркуюсь. Сейчас мы тебе всё расскажем. Так. Вот мужик, мы сейчас покажем тебе... А это как вы? А чё? Ну что? Видишь, у меня на левой ладке, у меня подпись самого Джон Сины. Сейчас, секунду, вы можете повернуться? Так, я сейчас, я читаю... Смотрите, здесь написано, милый, я приду ещё. Это что такое? Да. Ой, это, 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 это Бразерс. Это, это лысый. Это как, это не точно, вы уверены? Точно, точно, это не то. Мужик, просто выйди, просто выйди. Сейчас я тебе такую историю расскажу. Ну, так я и так хорошо её слушаю. Короче, смотри. Мне просто комфортно, я сижу, у меня спина болит. Добрый вечер. Здраво, здраво. Добрый вечер. А, что? Что происходит? Достану до свидания, предоставлю за хребру. Содержание. Чё? Что происходит? Вы имеете право, как милого, его хорошего. А по какой статье, алло? Да, забей, рассказывай историю, похеру на него. Да нет, это не очень, это мой друг. Да, ну хочешь, а куда они повезли? Хочешь, я тебя подвезу туда? Я не знаю, куда они повезли, а вообще, какая статья? Да, ну не знаю, может быть, просто типа, ну как это? Типа, лох, статья лох, не знаю. Статья лох? Ну, наверное, такая есть, типа, ну это лох, мы его задержим. Не знаю, это, конечно, фибы, это ещё те, пидоры. О, я осуждаю, не надо так говорить. А ты чё, стример, да? Нет, я, во-первых, нет. Понял, понял, хорошо, хорошо. Смотри, вот, пройдём со мной, пройдём. Смотри. Вот видишь, видишь, на покрышке, на покрышке. Да, да, да. Так думаешь, какая это подпись? А на какой, на правой или на левой покрышке? На правой или на левой? Что? На правой или на левой покрышке? На какую? На левую покрышку заднюю. Посмотри, что написано? Там написано... Лох. А если... А с другой стороны, помой меня. Нет, 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 это подпись само-боли, Аннеля Месси. Так он просил вас помыть свой автомобиль? Нет, нет, я ему руку жал. Видишь? Чувствуешь? Махнет. Можно? Подожди, ну-ка, дай, 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 дотронусь. Чувствуешь? Чувствуешь меня, Леонеля Месси? О, да, кстати, да-да-да, да. Леонеля Месси сам прикасался к моей руке. О, теперь, получается, я прикасался тоже к нему? Эээ, да, получается, да. А вы засовывали этот палец в жопу? Эээ, хотелось бы, но нет. А вот я засуну, пожалуй. Ну, удачно. Я тоже это хотела сделать, но он мне не позволил. Думаю, вам повезет в этой жизни. Бля, слушай, я, я, у меня постоянно заказы кто-то ворует. Надо найти механику и убить его, блядь. Давай. А вы сможете вызвать сюда механика другого и застрелить его? Ради меня. Нет, нет, у меня, у меня нету. Ничего. Нету пистолета или какого-то другого способа убийства. А, все, у меня вызов, извините, молодой человек, подавляю на другую поводу, а не судорее. Его сбили, блядь. Блядь. Слушайте, может сегодня нахуй мафию? Может реально я весь день поработаю лучше, а? Ну я не знаю, какие-то рафланы просто рандомные, блядь, какие-то. Вам бы чего, вам бы чего хотелось? Чтобы я поработал, поговорил вот так с рандомами просто какими-то, просто с рандомами, блядь, непонятными. Подоебывался. Ебать, блядь, это чувак. Охуеть, блядь, а как я туда подъеду-то? Ёбаный рот, блядь. Доброго дня. Здравствуйте. Что у вас случилось, молодой человек? Я застрял. Вы застряли. Как часто я такое слышу от своей сестры. Так, сейчас мы все исправим. А будьте добры, выйдите из машины. Держите. Все, готово. А где она? А все, пизда, автомобиль. Все, удачи, до свидания. Ай, блядь, блядь. Молодой человек на крутой алмарке. Ладно. Что-то у меня барахлит, пиздец, блядь. Что-то у меня барахлите. Парторашку за буксир это сильно? Ну так это, блядь, в смысле нахуй? Это, ты видел, кто работает, блядь? Алло, прости. Мой мальчик дорогой, мой пусечка, блядь. Ты видишь, кто работает, алло? Работает профи си о нау. Заказ отменен. Ах ты, сука, блядь, ебаная. Ну ладно. Я взял другой. Какого-то школьника чисто нааскавил. Блядь, не знаю, давайте, наверное, сегодня поработаем. Мы как раз хотели как-то сделать стрим, где я работаю. Ну вот посвятить. Мне кажется, это весело. Каким-то школьникам помогаешь, какие-то, какие-то наебки, какая-то еще хуйня, блядь, не знаю, угар. Давайте, давайте поработаем сегодня. Мафию, наверное, сегодня отложим. Мафия под душу, мне кажется, сейчас. Тем более нужно бабла налутать. Доброго вечера, молодые люди. Что случилось? Так, без проблем. Сейчас все починим. Осмотрю ее, секундочку. Так она внешне вроде бы все нормально с ней. Да, там мотора немного. А, сейчас, сейчас переберем, сейчас переберем. Секундочку. А, все. Да, вижу, вижу. Сейчас все почистим. У нас еще загрязнение в свечах. А, в свечах, да? Да, да, свечи потускнели и немножко тут прибрались. Все нормально, да. Удачи, до свидания. Не лам, не лам. Так, что там еще? Погнали. Нихуя вызов в пизде. Кстати говоря, Этого чел... Вот этот чел, которому я сейчас еду, 6 километров с хуем. Этот вызов поступил, когда я еще сюда ехал. То есть, его никто не взял, блядь. Ебать, вызов отменен. Починять автомобиль, молодой человек. А то он немножко у вас, это, дымится что-то. Блядь, чел отменил вызов. И снова его активировал. Жизнь механика, ребята. И опасна, и трудна. И на первый взгляд, как будто... Е-е-ба... И на первый взгляд, как будто не видна... пизда автомобилю блять его его я избежал избежал лобового столкновения только на своей реакции просто мангуста на реакции мангуста просто видали ты не доедешь бы ну водят вообще все как дебилы ебаные блять свою полосу не занимают я вахуй блять за такое на самом деле штрафовать надо дебиков блять чё это за хуйня почему менты не работают сука блять и отвечаю если бы я работал ментом я бы был бы таким душ не чем бля я ебал твой рот блять все эти хорошего нахуй вот я если бы был ментом я бы был таким душ не чем я бы идеально доебался по каждому нарушению блять но я бы контент делал мне кажется я был бы веселым ментом мне кажется вот ментом я был бы я был бы очень веселым типа знаете не штрафовал бы там взгляд всякую хуйню бы делать стань ментом ну ребят ментом ментом блять ментом становиться тяжело блять там геморрой короче нахуя я могу конечно попросить админов меня назначить ментом опять чтобы я поработал он там надо кодекс выучить некоторые блять здесь полиция коррумпирован даже начала в масках возле участка внимания не обращают это кстати говоря уебанство да вы согласны это даже не интересно было бы охуенности были копы которые прям ну реально выполняют свою работу чтобы эпоху вообще чё там за челики больше братья штрафовать а если они постоянно нарушают братья арестовывать их нахуй блять блять там челик утонул нахуй доброго дня девушки что такое как как получилось-то утопилась утопилась ладно хорошо папа ну проплывем так сказать к автомобилю давайте девушка не справилась с управлением так она секундочку ибать она не дотягивается пиздец я в ахуй почему-то не работает так попробуем еще раз а вы знаете а подожди так это служебный автомобиль ну да а так его не отбуксировать пиздец вы упали на деньги девушкой ложный вызов а как вы можете меня еще так же сказать так сказать отвести к науке работать еще раз вообще а вот к механику имеете ввиду да поедемте конечно поедем сейчас разберемся блять садитесь садитесь насколько не жалко как говорится за ложный вызов и доставку проверю вашу сердобольность и оценку училища труда сколько да я косарь это не серьезно и девушка а как вам заходит трамплин а вот то что так покатают это еще на пятихатку тянет да ёбаный насрал я могу тебя на мясо взять шо хочешь мясо могу тебе дать мясо так а сколько а кока но я понял а чё за мясо ну мясо делать у меня организация а у вас бизнес конечно так и нифига сия и чё вот а ну расскажите про работу как чё там делать ну там короче ты покупаешь но я купила за тпшки за 2000 дпшек саму эту хуйню и офис за 500к а потом ты короче компу подходишь находишь дебилов говоришь ну приглашаешь их все в офис приглашаешь в организацию и даешь там типа чтобы они просто могли брать контракт в итоге ты активируешь его они подходят берут и возят мусор и те там 15 капает офигеть его бизнес-мумен не но можно самой выполнить тогда 40 заработать но у меня нет большой машины вас я не тошнит нет все нормально не нормально но у меня хп мало конечно но ничего а хп мало но вообще-то у меня аптечка я зайду же полнклюзив поёбаный у меня нет столько денег могу запас золотать вашу задницу а так смысл ваш бизнес как как-то восстать день открылась сегодня ты шел да да сейчас выполняет у меня человек мусор давайте да я я сегодня с вас возьму немного но обменяемся контактами и вы мне потом пришлете остальное проверим сказать вашу честность так а сколько ты хочешь ты там какие-то миллионы с меня не не миллион не ну смысле во первых ложный вызов дофига ехал самую жопу я на бензин нет это работает вообще-то я просто сколько приезжала чуваки просто пулемет достают а вот так вот видите аж пулемет не достал так нет они которые заказали они у меня просто разговаривать муж не умеете у меня у меня все нормально мне все платят я вообще деньги из воздуха делать я своего рода бизнесмен тоже что за ложку но зависит от расстояния в вашем случае только за ложку взял бы тысячу если если где-то близко там ну бывает там 100 там 200 150 ну если прям по городу где-то прям рядом не нет я вообще-то просто человек который знает цену своему труду и вот задумайтесь какой я вежливый еще вас подвести решил ну я понимаю но я между кормить семью так что если что взять у тебя не сможет я тебе мясо потом не 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 спасибо спасибо я как бы я люблю знаете механиком как-то у меня бизнес и механиком для души работаю я поняла хорошо сейчас выйди эти денег даму о слышишь а можешь карту дайте тебе просто на карту скину карту карту да сейчас ладошки пожмем слушай а как карту напомните чат напомните карту напомните карту номер телефона да я панику переведу просто а все хорошо тогда не надо заодно с вами машину поменяем ну-ка пришли о спасибо большое благодарю вы настолько же щедра насколько красиво спасибо огромное вы уже где-то работаете а как мне завершить работу чат чат а как завершить работу за ну прям сразу же кто-то знаете как и как отмену зафигарить сегодня ночью вступлю в аргу ok не только пять минут надо ждать а досрочно никак а релок через быстрое подключение окей давайте давайте релок не все потому что я хочу я хочу сменить машину машина слишком разъебанная бля по моему механиком прямо ебать весело так давайте свеженькую машинку возьмем свеженькую потому что но то совсем уже ей пизда царя бля фейк фэк 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 ладо 5 километров на факе башь блять ну это такое Сука, блядь Это я её подвёз, она начала заказы забирать Бля, надо было её застрелить нахуй, короче Вот чё я подумал Надо было, блядь, короче, позвать Да, блядь, вы охуели, блядь, уже Я только открыл Там прям сидят с окном Надо было, короче, своих позвать из организации Чтобы её нахуй выкрали, блядь, и связали где-нибудь И бросили в параши После того, как она перевела деньги Убил бы дешевле Да нет, если тебя убил, я реально больше бы заработал Всё, это мой вызов, блядь Погнали Похуярили, похуярили Отменён, сучара, блядь Сердце механика, твою мать Всё, погнали Сердце механика, блядь, просто биздец Да вы чё, бляди, охуели, что ли, не могу понять Два заказа, блядь, и все отменены Блядь, как жалко, что хуёвую управляемость у автомобиля механика Тролли? Ну, вообще это наказуемо Давай песни про ГТРП, блядь Сочини нахуй её, в чём проблема Да и спой Блядь, надеюсь, бензин заправить надо Типа, самое Самое прибыльное, блядь, это заправка бензина Типа, там бабло прям ебать Даже на минималке ебанутая А, там чилик утонул, ясно Здравствуйте, молодой человек День добрый, машина утонула Машина утонула Хорошо, давайте проплывём к ней, где она? А, всё-всё, можно не идти, так далеко не надо Всё Всё, бери А как это получилось вообще, как вы утонули? Да, я вот оттуда С управляем, короче, не справился И вот выпрыгнул с места Ладно, вы осторожнее В следующий раз Да Ааа Эээм Всё в порядке Спасибо, что побеспокоились Я в порядке А, вы не можете машину починить? Просто она не заведётся так А, вам ещё починить надо автомобиль? Ну, просто она не заведётся, нет Не-не-не, ну пойдёмте Вообще-то он должен завестись, пойдёмте Сейчас проверю Всё, да А вот этот мудозвон, который сейчас столкнул мой автомобиль И сразу разлогинился Это Это долбоёб, который хотел Утопить тачку мою Ну, типа, короче, вот это вот Именно, ну, руинер такой Ну, это какой-то еблан со стрима Так Хорошо, чё, ждём Змэплэс, я ничего не собираюсь сочинять, бро Извини меня Извини меня, Змэплэс Ну, пошёл ты в пизду Я не буду сочинять ни одну песню Но готов сочинить её за 500 рублей Давай не жадничай, донать быстрей Ебаня Ну чё, опять клиентов самому искать, что ли? Ладно, поебашили её, хули делать Чё, поехали в центр города Починить автомобиль, молодой человек Красиво молодым людям красивые автомобили, как говорится Девиз нашей компании А, и надо быть у машины, сейчас, секундочку Ты сет не продаёшь свой розовый? А что, простите, не продаю? Сет розовый А, нет, нет, не продаю, нет Спасибо большое Да, до свидания, до свидания Блядь Я сам с ним въебался, блядь И починил ему машину Блядь Блядь, я с камеры, я похуй, блядь, конечно Сам въебал, сам починил, блядь Гений маркетинга, блядь, ну чуваки Ну чисто на харизме увожу, понимаете Я просто, я просто очень пиздлявый, понимаете Я очень пиздлявый И поэтому Поэтому, поэтому, собственно, вот Вот и результат Видите, я с позитивом к своим клиентам, в конце концов Позитивно, позитивно, позитивно Ебать, это он подставился, вы все видели, я не хотел его сбивать Так, здесь что-то маловато, маловато Так, поехали к прицельскому участку-то опять Может, там сейчас кого-то заскамим Бля, сука Пока разворачивался И багаж здесь, тачки пиздля, дорогие Сейчас, погодите, погодите, погодите Мне, я вынужден это сделать, ребята У меня семья голодная Так, все, прецедент создан Добрый день, добрый день Там, кто обладатель оранжевой иномарки, дорогой? Не знаете? Там оранжевую иномарку, дорогую, поцарапали Очень сильно Хотел предложить свои услуги ремонта Не знаете? Ламборгини, что ли? Ну, ламборгини, ламборгини, по-моему, да Ламборгини Нет, не видел Но тоже задавался вопросом, кто же этот владелец? Да, учитывая, что он еще припаркован у полицейского участка Вдвойне становится интересно Он оранжевый? Да-да-да, совершенно верно Понятно Я же сказал об этом, да? Господи, все порядком, все отлично Что-что порядком, да А снимите очки, пожалуйста Очки у вас красивые Вы в помещении, мне кажется, вам ничего не видно У меня все видно прекрасно, в моем зрении все хорошее Сколько пальцев я показываю? Я не вижу, сколько пальцев показываете Ну, потому что вы в очках, вот видите, а Гриш увидели Нет, вы ничего не показали, я все вижу прекрасно Нет, нет, вы ничего не видите, я показывал пальцы, а вы ничего не видели Вы со мной еще спорить будете, что ли? Ну, в смысле, я же палец показывал, а вы его не видите Вот так вот я могу палец на пояс показать Это вы видите, нельзя Где? Вы не по... Что я делаю? Ходите, как курица по кругу Хотя бы так же сделаете Я не умею Ну, что вы умеете? Покажите хотя бы Раз, два Ну, вы ходите по кругу, видите, я все вижу Я не ходил вокруг Нет, 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 не ходил Так, Макс, придем за мной, поднай, посредим за порядком, господи Культов ДЛМ прошли уже давно, блин, бро Давно Так, ладно, ждем вызовы, короче Все, я понял, надо отлавливать вызовы Просто сидим иди Опа Опа, бля Все, поехали, бля Что-то сразу, бля Сразу, нахуй, сразу Да как же я угораю над людьми, пиздец Тайминг, да Блядь, а ты, сучара, угораешь, нахуй Тайминг, да А хули столько механиков, блядь, работает Ну, еще, я не могу понять Че они, блядь, забыли Идите нахуй спать Заебали Тролли сидят Ну, сейчас троллиться Админа позову, блядь, чтобы посмотрел Будет уводить клоунов Далеко и надолго На этом, в принципе, все и закончится Та мясная девка Да нет, заказов даже нет Тупо она здесь ни при чем Заказы сейчас, видите Ты сам вызываешь механику, да На своей тачке Они тоже как-нибудь отыгрывают? Не, я не вызываю механиков Потому что у меня с моей машиной Все в порядке Работал официантом в ГТРП? Нет Нет А можно устроиться как-то? Я бы поработал Этим механиком Ой, этим Не механиком, а официантом Но мне кажется Здесь нет такой возможности Люди не посещают рестораны Особо тут как бы не так Да, тут нет такого А было бы, кстати говоря, круто На самом деле Было бы круто Если пополнение еды Можно было еду покупать Только в ресторанах Где должны работать люди Вот это было бы охуенно Как бы людей бы был Постоянный поток И... Ну, короче, было бы клево Так Поехали к офису Бля, пизда Реально сучара какая-то сидит Нахуй И просто караулит, блядь Как думаешь, если в реальной жизни Сослаться К гаишникам А то, что ты ков ГТА-5 Можешь помочь Избежать штрафа? Поехали к офису Ебать, 9 километров Ебануться Я думаю, что мы в центре города Это Ебануто за городом Ебать, блядь Нахуй так рулить? Спасибо, Сет Герл, за подарочную Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Там врезать в челок машины и ремонтирую их? Нет, это так не будет работать Нахуя тебе, блядь Из-за жопи моего автомобиля Как же, чело, плохо с такими этими Ладно, го, короче Го, короче, в офис А, не в офис, а за тачкой нашей Все Чемпионат по синхронному лаганию, блядь Блядь Мегаблокс Или типа того, да? Пойдем в мафию играть Для мафии мало времени осталось И, честно говоря, система такая Которая там предлагается Игры в мафию Типа через дискорд и так далее Ебать, духота ебаная Ну, то есть Я думал, что Можно как-то с помощью ГТА нормально сыграть А это Какая-то, блядь Ебучая духотища, нахуй Тебе надо в дискорд заходить Еще что-то там Это, блядь Надо будет подумать Надо будет подумать Потом, может быть Я думаю, может быть Сейчас на точку Заехать, блядь Вот что я думаю Так Так, что теперь в офис? Ну, или можно Отчеркнуть мафию Посмотреть, как это будет Вообще Поговорить сейчас Как это будет работать Коля, блядь, да Играл Естественно, нахуй Скоро споделаешь Что это происходит? Молитва А, хорошо, не буду мешать Так, ну че, чат Ломать не стоит Блядь, кстати Нам, наверное, надо было Выпускать контракт Еще Ладно Так, я вот что думаю Нам бы делом заняться Либо в мафию Либо, может быть, точку Пойти взять А, ну, раз Я думал Вы не хотели мафию Нет, ну там Через дискорд Я думаю Начал поговорить Кто у нас там Мафиози Приглавный Сик Ну, сейчас Я уточню Можно Или в покер Конечно Ну, покер А покер Как это покер Ну, там Сейчас Час Начнем А, шесть Человек в покер Может Играть То есть Выбрать Как-то Диктор Заходя в покер Играть Да, я думаю В мафию Было бы интереснее Просто дерьмово Что она сейчас Спецвязь Ну, типа Можно и без Спецвязи Она чуть-чуть Кривовата То есть Возможно Если мы поиграем То ее даже починят Ну, возможно А что В чем криво Ну, блядь Нормально Объяснить можно В чем ее кривость Ну, хорошо Кривость Первое То, что Когда человек умирает В самом начале Его убивают Он не слышит Никого Вообще Ну, типа Все Пока что А в чем кривость Раз так не должно быть Мол Ну, нет Чтобы он не мог Разговор Не знаю Ну, типа Он вообще никого не слышит Понятно, что он не может говорить И ведущего нет Ну, типа, да Ведущего нет И этот И то, что Когда человек умирает Он вообще ничего не слышит Когда он не говорит То понятно Он говорить не должен А вот То, что он ничего не слышит Это проблема Да Вот именно поэтому Мы хотим через спецвязь Чтобы было Лучше Для всех Так, понятно А нахрена Мертвому говорить Вообще Речь идет о том Чтобы слышать Слышать О том, что Разговаривать Обсуждают Марти, хотите фокус? Давайте Смотрите Видите, руки разведены Так На счет три Раз Два Три О, ничего себе Да вы настоящий Маг Не побоюсь этого слова Маг от бога Бог Это моя новая Суперспособность Потрясающе Надеюсь, он поможет нам Против наших противников Обязательно поможет Так, кстати говоря Шок вернет Я могу с вами так же Поделиться Сорока кусками хлеба Ого Ого Нет, очень Очень Это Жирно У вас обычно Проблема с едой Так что Может быть Нет, ладно Добрый день Я повернулся Из больницы Привет Привет Так, а в Нормально А в мафию Сколько максимум Могут играть 12 человек О, то есть нам В идеале В мафию Конечно Поиграть Макс Барт Что ты Несешь Блять Уебище Сейчас я посмотрю Что у тебя за аккаунт 5 ноября 2017 года Я предлагаю Макс Максимальный репорт На этого клоуна Что он попрощался С своим старым аккаунтом Отстой Бац 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 Все И отправляем Жалобу Вуаля Смотри, ребята Работе задержался Макс Репорт На него Он у вас Наверху Над чатом И Собственно Собственно Все Научим Клоуна Общаться В чате Привет Да, привет Такс Ну чего В итоге Через спецсвязь Да, получится Только Ну Удобнее А сколько По времени А сколько По времени Занимает Игра Сколько Больше Получаса Я думаю Ну полчаса Окей Потому что Ну сколько Больше Получаса Это полтора Часа Два Часа По-разному Бывает Ну просто Два Часа Это От От 15 минут До Поедем Ну все Едем Так Все В казино Да Где там Мафия В казино Да Мы Просто Поедем У меня Машины Я С Так Ну-ка Погнали Сейчас посмотрим Ребят Как мафия Играется Через это Я вообще Не умею Играть Мафию Вообще Не умею Я Нихуя Не Не знаю Когда Но вы Деградируете На Нахуй Блин Тут Ждем Де Ну да Де Лицензионер Пошел Пойдем Пойдем А Ты Лицензии Выдаешь Да Ну вот Тоже Следующая должность У меня Будет Лицензия А Кайф Молодец Молодец Заебись Нам Такие Нужны Вот тут Красиво Так Ага Вот оно Вот оно Вижу Хельга В спецсвязь Заходить Или нет Что Что Спецсвязь Мне Заходить Да Да Так Только Спецсвязи Сейчас Только По Игре Без Пизде Жа А Кто Будет Вести Хотя Спецсвязи Кто Будет Что Объяснять Там Как Там Мафия Просыпает Что Засыпает Что Как Это Будет Обязательно Да Или нет Так Сейчас Тогда Давайте Зайдем Я Хорошо Знаю Мафию Не Ну Тебе Ткинь Еще Раз Три Четыре Кажется Так Я Тут Да Здравствуйте Так Сейчас Я Секундочку Поставлю Говорить На кнопку Так Только Сейчас Когда Будем Играть Вы Не Ну Только По Игре Будем Пиздеть Все Да Да Все Поняли Мы Изначале Правила Придумали Все Мутыцы Только Тот Кто Говорит Кто Говорит Ну Причем Все Нормально А Если Кто За Мафию То Во В Игре Можно Говорить И Только Мафиоз Будут Слышать Друг 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 Именно В Игре Никто Мафия Не Будет Общаться Так А Погодите Как Будет Мафия Говорить Когда Будете Слышать Мафия Разговаривает По Голосовому Чату В Игре И Только Мафия Друг Друг Слышит Все А Это Так Устроено Да Внутри Да Внутри Так Устроено Что Мафия Друг Друг Слышит И У них Ночь Уступает А Они Могут Разговаривать Между Собой Так Понял Главное Случайно Ходки Не Нажать Так Еще Один Подъедет Человек Может Даже Два Подядь Один Они Сетером Играть И Кто Первым Бывали Не Говори Пожалуйста И Туда И Туда Блядь А Прости Привычит Такой Вопрос У нас С ролями Или Как Николас Доме Все Будет Выдываться Ну Именно А Ты За Это Спасибо С Комиссар Две Ролей Ну Дед Любитель Я Вообще Не знаю Ни одной Роли Комиссар Давайте На простую Чисто На простую Типа Комиссары Мафия И Гражданские Все Маш Сначала Объясните Кто Что делает Чтобы Мафия Там Голос Вот Мафия Ночью Голосует За того Как его Убивать Комиссар Просто Проверяет Любого персонажа Который Посчитал Хельга Дона Не будет Дон же Выбирает А Блядь Я не знаю Ну там Рандом просто Выдается Вообще Играется 10 человек 7 мирных И один из них Комиссар И 3 мафии Вот Красные Жители Это мирные Жители Черные Естественно Мафиози Вот вопрос Если мы Говорим все По очереди И так далее На первом кругу Комиссар Как будет У ведущего Спрашивать Комиссар Сначала Будет Проверять У ведущего Не существует Эта игра То есть Вот это минус То что Ведущего Можно так Ну да Атомат Будет Не не автомат А как комиссаром Проверять Например Ну дался мне роль Комиссара Ночью Когда обсуждают А тоже через чат игры Нет Там голосование Будет Окно голосования Кого я хочу проверить Я не играл до этого После этого Будет показываться Кто Мафия Или Мафия не найдена Короче Я в процессе Разберусь Нихуя не понял Давайте Индуитивно Понятно Тестовую Тестовую Запустите Да и все Нет Уливон Уливон Считал И естественно Ну Другая Давайте Тестовую Запустим Это одна партия Я на одну партию Буквально Давайте Тестовую Запустим Покажу Пароль поставьте Как вчера Который Да 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 Я поставил Сейчас Комиссар Название Название Пароль Такой же Все Что она Все Не будет Раз 9 Получается Здесь Пароль Неверный 123 Не Не Вчера Вчера Шли Пароль Я Написал Связь Напишу Я написал Все Написали Будет Представляться Кто он Мирный Немирный Ну Если Как Кто Ведущий Ну Ведущего Нет Ну Может Нет Давай Не Будет Типа Ведущий Здесь Может Будь Тот Кто Первый Умрет Например Или Вообще Все Ром Пока Дед Буд Пусть Он Шар Еще Можешь Играть Жи Нет Мы же Не в турнир Не играем Мы в балаган Поэтому Можем Просто Обсуждать Что-то Я не понял Какая у меня роль Честно говоря Вы Пропустил Я потому Что там Разбирался С хуйней А у меня Метка не висит Что ли Нигде Нет Ну ладно Если вы не смели Разберетесь Ночью будет Какой-то интерфейс Поймете Кроме Сереги Все поняли Да У кого Кайры Вот сейчас Типа уже Можно обсуждать Все Так А что мы делаем Мы вообще Просто разговариваем Да Мы сейчас Должны Разговаривать Каждый Рассказывает У кого Какая роль Так Только стримы Не по стриму Не палите Ну я думаю Уже спалили По чату Да Если кто-то Хотя бы Хоть разлинул Чат Уже знает Какая у меня роль Если мы Играем честно То мы не смотрим Ну да Вот надеюсь Ну там Представляться будем Ну да Давай Секи или Эдвард Ну типа Давайте я Тогда Окей Пустое место Всем привет В общем я Эд Не надо мне Ни рифмы К моему имени В общем я Мирная карта Такая же белая Как и мой костюмчик Думаю Это будет хорошая игра И всем хорошей игры Все на позитиве Всем удачи Эльга Да Приятно познакомиться Я клоун Приехал с Востока Да Покорять Столицу Я мирный Житель И все будет классно Всем здравствуйте Я любитель аниме Мне тут подсказали Мою роль Я мирный В общем-то Первый раз тут Сейчас разберемся Здравствуйте Собственно Я приехал Из штата Достаточно давно Тут являюсь Старожилой Как бы за всем слежу Я мирный Вот Никому не бреда Не причиню Доверьтесь мне И все будет хорошо Здравствуйте Я Арлен Мирный Приехал сюда Недавно Но Чтобы покорять Мужские сердца Какой блять Арлен Нахуй Не беспокойтесь Какой блять Арлен Я не вижу Никого Арлена Нахуй тут Извините Извините А какой Арлен Я просто Арлен Не вижу за стол Возвращение Самое Такой Гей 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 С прической Красивой Его тут Нет Его нет Я вижу А Я буду Хорошо Я запомню Что он тут Понятно Ваши вымышленные друзья Тоже с нами играют Понял Да Тульпа Здравствуйте Я Иисус Я спустился к вам С небес Ради грешников Также Снимать с вас Грехи С вашей организации Я Мирный Я даже не могу Иметь оружие Носить с собой Давайте Следующий Здравствуйте Конечно же Хороший вечерочек Хочу понять Разобраться Кто здесь Кто Ну и Понятное дело Я мирный Я добрый Следующий Добрый вечер Я обычный дальнобойщик Зовут меня Леха Просто приехал на заработки сюда Ну и собственно Попал к вам сюда В мафию Не знаю как Хризман подозрит Ну если что Я мирный Передаю слово Следующему Бля хуево Я не вижу чуваков У меня арбит Проверять Я не вижу чуваков Добрый день Меня зовут Арчен Я приехал в штат Недавно И кроме как Вот этих вот И кроме того Чтобы быть мирным Ничего не умею Поэтому я мирный Приятный всем Мир Следующий Здравствуйте Ой извините Кто-то есть еще Да есть еще Здравствуйте Меня зовут Сик Переводится как Больной Но я не болен Я мирный И среди вас Три пиздоболок Которые притворяются Мирными Поэтому будем искать И наказывать А погодите У нас их три? Да У нас сколько Нас же 10 человек Значит трое Я просто не маять Сколько вообще мафии? Разве Три Три мафии? Да Три мафии А какие-то вот вы говорили Доны там Всякие вот эти вот чуваки Они есть у нас или нет? Здесь вроде как нет Три мафии Один комиссар А все Это все И мирные Да Все понял Что я вообще понимал Что кто Давай Так что вот такие дела Посмотрим Что будет на следующем кругу А Ну вот мы все Присоялись И пропускаем Глаз Вот И перейти к голосованию И мы не голосуем А смели Мы просто пропускаем Три мафии Три мафии Сейчас спят Полчат Майя Такой Говорит Тут кто сидел Никнейм его Пом Хризман Я его проверю Вот это мне не понравилось Я Хризмана проверяю Что тебе не понравилось Пиздешь Хризмана В приветствии Какой-то он О нет 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 Ого Господи Смотрите Сейчас Хелико Может сказать Предположительно Потом мафиози Вот для этого Дискорд и нужен Так А он сейчас может Говорить или еще Как это работает Он сейчас может Говорить Предсмертный хрип Типа он может Предположить Кто Не могу В смысле Сезам Меня убили Это еще Вообще по правилу Он не должен Последнее слово Разве не существует Последнее слово Если вас заголосовали А да Я тебя запутал А это уже убийство Когда убили То тогда нет Блять вы меня запутали Он может говорить или нет 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 Он не может говорить То есть Когда То есть А Все так получается Все Мы же следующий круг Лечим Да Мы еще обсуждаем Уже наверное После голосования У нас голосование В конце И тогда он может Последний раз Сказать слово Перед смертью Хорошо Если голосование Только Да Ну так Я опять Начинаю А кто это Ник Скажите Чтобы я понимал Откуда круг идет Круг начинается С Марти Получается С тебя А я Я начинаю говорить Или что Задуга Эдвард начинал говорить Не по-моему Кто-то другой Начинал говорить Эдвард Должен был Хелига говорить Но так как он умер Получается Ты А почему Эдвард еще не говорил Потому что Каждый круг Мы на одного Переключаем А все Я понял Так и мы Типа сейчас Просто обсуждаем Сейчас общая беседа Как бы минута должна быть Но вообще По факту Если не хотите Можем сразу Считать с Марти И потом уже Мною заканчиваем А где результаты проверки Я кстати не знаю Мне кажется Иисус убил его Короче Мне Подозрительно Лично для меня Дальнобойщик Вот кто-то Дальнобойщик говорил Алексей Да что-то Слишком много Какой-то пиздля Для дальнобойщика Дальнобойщики Люди заебаные Они Им просто Надо пустить Помолчать Ты что-то пиздлявый Духой Я устал Не-не-не-не Пиздлявый И вот Иисус Я согласен Тоже немножко Подозрительный парень А еще Для меня лично Немножко подозрительный Сик Я? Я же сам Как бы Иисуса Предложил Ну Слушай Мало кого ты предложил Может у вас Сговоры Вы метаете Отбелитесь Себя так хочет Да-да-да Короче Вот у меня Я не знаю Чисто по ощущениям Пока без доказательств Ну по ощущениям Это дальнобойщик Джиз И вот Сик Вот эти трое Немножко меня Пока вот чисто Со стороны напрягает А пока ХЗ Раз рейз Насчет дальнобойщика Не знаю Насчет Сика Не знаю Могу сказать Что Иисус Меня напрягает Потому что Меня волшебные силы Вытолкнули Наверх со стула И Мне кажется Что только он Мог их призвать Ты будешь По карам Не надо А я правильно Определил Что пока что Я больше нечего Подождите Я правильно Определил Мафию Так Но я подозреваю Трех человек Это Алексей И Артем Где Где писалось Что я мафию проверил Потому что они Братья-близнецы Наверняка Они все это затеяли Чуваки И Сик Потому что я уверен То что он Недолюбливает Хельга И Чуваки Он решил Блять Скажите Где вы увидели Что я мафию проверил Это важно Блять Я Иисус Я даже Предположить не могу Кто это убил Но самый молчаливый Из нас Это скорее всего Эдвард Либо Я сейчас скажу Погодите И я проверил Мафия была Да Мафия была Мафия была Да Там написали Мафия Я просто не видел Тут вообще Даже сложно Что-либо говорить В особенности Вот вы Против них И Блин Окей Это на самом деле Сложно Вот Сик Да И Вот Эдвард Вот Прям Так Так Сложно Клип киньте Быстро Клип киньте Конечно Джессу Иисусу тоже Хочется что-то сказать Но блин Против бога Я не пойду Просто Вот и все Правильно делаешь Сильный Так Погодите А вот Хризман Это кто по голосу В дискорде Хотел еще понять Скажите пожалуйста Сейчас что-нибудь А это ты Это ты Это ты Понял Все Передаю слово Слушайте А может быть нам лучше в игре разговаривать Потому что я не вижу этих Ну короче мне трудно по голосу вас понять Кто из вас кто Потому что Потом мне трудно понимать Какие выводы о вас делать Мы же по очереди говорим Ну один хуй А мы же в игре можем разговаривать Когда нас мертвые не слышат Ааа А ну да точно Блять Ну и хуйня Мы можем включать микрофон в игре И типа показывать Что мы говорим Ну хотя бы чуть-чуть Нажимайте пару раз Чтобы значок появился И потом Ну убирайте А то Хуй поймешь Понял Божественное проникновение Во-во Теперь я вижу Все Вы будете покармлився За ваши грехи Меня ты видишь? Или Алексей говори Да Мне сейчас надо его слить Меня я так понимаю Значок не видно 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 А ну все В общем что я могу сказать Меня просто несправедливо обвинили в том Что дальнобойщик Все да Я правильно Я его охуеть Я его сразу задануил Как должен быть Я так показал что он странный Не понимаю я Но насчет фига Я соглашусь Слишком Молчиливые люди Ну против бога Я тоже не пойду В общем то Передаю слово следующему Блин А скрыться мне нужно А как мне скрыться? Так Абсолютно пока нечего сказать Я не буду палиться Я не буду палиться Но меня тоже начали обвинять в чем-то Но без понятия Я обычный Человек Даже не знаю что сказать Передаю слово Так Значит Сделав выводы За два круга Как я и говорил Вот Иисус Очень подозритель Но как я вот начал На первом кругу Это говорит Извините Все начали Подхватывать мою идею И некоторые мафиози Да я сейчас еще Одну надумаю Не догадываясь Себя выдать Вот например Кто не идет против бога Хризман Алексей По-моему еще Артем сказал Что не может против бога Вот из троих Я вижу здесь двух мафов Как минимум Один из мафов Эдвард Марти И Арлин Вот там где-то Третий маф прячется Я красный игрок Я красный игрок Ты меня подозреваешь? Да Я подозреваю Из вас троих Один кто-то есть Эдвард Марти И Арлин Из вас троих Кто-то один маф То есть два мирных Из вас Один маф Я игрок красный Если вы мне сейчас Ну и блин Проголосуете против меня И игроки красные Получат еще минус К победе А что такое красный игрок? Извините Просто мирный А все понял Черный маф Понял Все Поэтому Я думаю Что надо голосовать Между Иисусом Алексеем И Артемом Среди них Голосовать Алексей Иисус И Артем? Да Иисус Алексей И Артем Значит Шериф может проверить меня Чтобы удостовериться Что я красный игрок Нет Потому что я уверен в своей игре Бессмысленно тебя проверить Ты красный Окей Я передаю слово Вот теперь Я теперь сейчас Я записал Каждый что говорил У меня есть отличные Вообще показания по столу В общем чайный пакетик Это стопроцентная мафия Это прям по нему Кристально видно Во-первых На его речи Он ухмылялся Такой типа Да я там мирный Все там нормально Ха-ха-ха Хи-хи-хи В общем ребята Кто там комиссар Я вообще думаю Что сик это комиссар Я советую чайного пакетика Сразу проверять И гнать его Зачем Иисус? Иисус Вообще Если говорить по-божески То он Если есть Бог То он не может быть добрым Есть такое значение Во-первых Я еще не понял Мува То что Алексей Хизман К Иисусу Просто подсосались Как не знаю кто Как будто у них Своего мнения нету И просто еще Алексей Вот Хризман вообще Как выглядит Как Иисуса проверяем Или Алексея? Не об этом Алексей еще Почему он черный Для меня Потому что он говорит Очень мало И в целом Как будто хочет Проскипать свою речь Лишь бы дальше Я бы Иисуса проверил То есть если ты мирный Мне кажется То тебе по-любому Есть что сказать Я сказал что Иисус еще подозрительный Для меня Мне кажется У него активная роль Какая-то Артем Ты что ты думаешь Что он Артем Артем просто тупой Он говорит так Ну типа да Ну вот как бы Бог есть Он там святой И так далее В общем все Мне кажется Он тоже мирный Просто немного Неопытный в мафии Блядь Это жесткий Извиняюсь Я опять же По Богу молчал Все почему-то Мне это приписывают Да-да-да Я слышал То что ты говорил Хорошо Можно скажу А так Да-да-да Давай Смотри Просто когда я ухмылялся Ты имеешь в виду Про первую речь А кто говорит Чай Чайный пакетик Ты имеешь в виду Про первую речь Когда мы представлялись Или во второй раз Просто во второй раз Во второй речь А ну короче Почему я смеялся Потому что Хельга умер С него выпал автомат Я его подобрал Из-за этого мне стало Смешно чуть-чуть И Поэтому я ухмылялся На второй речи Это было смешно Ну вообще Это да Смешно и правда Вообще Я ухмылялся Не издушная мафия А потому что Я подобрал автомат С Хельгой А Ну может Мне тогда все равно В общем Ты тогда для меня серый Для меня черный Иисус Я все-таки думаю Ближе к черному И Алексей Вот он прям для меня Тоже черный Привет, Хиллэрэй Дальше все Дальше будем думать Что дальше будет Если меня убьют Значит мои слова Все-таки были где-то верные Приду Прислушайтесь Плохо так говори Потому что так легко подставить А можно вопрос технический А кто вообще запускает голосование Как это работает? Передти голосование Мы запускаем Передти голосование За кнопкой Мы голосуем за голосование А, каждый типа нажимает ее Да Она просто у меня сама Пу-пу-пу-пу Это появилась Это к тому, что мы готовы Голосовать уже просто Против кого Пойдем А, это голосование Блядь Это голосование Это проверка Шериф Проверьте Эдварда Блядь Разница Я доказаю А, мы голосуем против Джизиса Да, окей Джизиса выкидываем Джизиса выкидываем Да, согласен 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 Все Кто-то еще не проголосовал Да, да Не проголосовал Ну, блин Сложно Тут уже А я Алексей проверю Сделали свой выбор А как нам вообще проверить Право мы не право Где-то вообще нам Говорит об этом В конце игры А, то есть мы не будем Знать до конца Ну, да Ебать сложно Да, прикольно Проверку дают сразу По идее Либо когда день начинается Он не мафия, кстати Он не мафия Как думаете Вскрыться мне Ребят Как думаете Мне вскрыться Если Если У нас Доктора есть Или Нет, доктора нет А, они могут Не убивать Или как это работает Мафиози промахнулись Что ли получается Не сострел Походу Не договорились Не сострел Да Подождите Еще раз Они могут Не выстрелить Или что Чтобы Три выстрела Если у нас Три мафиози Здесь Три выстрела Должны в одну цель Попасть А А если То есть Если один Стреляет не в ту цель То выстрел Не состоится Да Ничего себе Они должны договориться По голосованию Ну, кстати Интересно Вообще-то Окей Я не знал Прикольно Почему они За 30 секунд Не договорились Об этом Это странно Так Это, кстати Многое говорит Вот я сейчас узнал Новую хуйню Это многое говорит Это хорошая информация Если они не смогли Но для мирных жителей Это огромный плюс Это нам вообще Очень круто Это круто И еще Это хорошая информация Ну, я надеюсь Что Эдварда Все-таки проверили Потому что он говорит По-красному Если он черный То Это плохо Для красных игроков Поэтому надеюсь Шериф пока Не скрывается Пока еще есть круг Как минимум Ну да Но проблема в том То если шерифа Сейчас убьют Допустим Допустим Мы теперь в разнобой Говорим или что А сейчас общая 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 болтавня Так, понял Тему кто не поверит Не поверит Так, ну что Мы болтаем Или что Все молчат Я не понимаю Затихли все Короче В общем В общем Поскольку мы Поскольку мы Теперь не узнаем Что правильно Мы сделали выбор Я все-таки считаю Что Иисус И правда Был очень подозрительный Я в этом сразу сказал Вот Также в подозрениях У меня Вот Хризман Как уже сказали До этого Какой-то он слишком Тихонистый Прям нереально Как будто бы Как будто он Ведомый какой-то И он сидит Боится пукать Сренькать Потому что боится Что его заданонят При этом ему нужно Делать какие-то действия При этом он На шерифа Ну я не знаю Не совсем не похож Так что реально Супер подозрительный Дальнобойщик Конечно Вот еще раз Дальнобойщик Скажи что-нибудь Да А да да Все Вот дальнобойщик Еще немного подозрительный Тоже какой-то такой На пассивочах Но Ну какой-то Какой-то странный В смысле Я же уставший Ну Уставший Какая-то хреновая Отговорка И вот касательно Эдварда Короче Меня напрягают Сейчас пассивочи Которые Которые Какие-то Не безучастные Но при этом Видно что они Сцекуют Что Привлекут на себя Какое-то внимание Поскольку у нас Как говорят Сколько тут Этих Добрых Помимо Обычных То есть у нас Только один комиссар Есть да Типа В альтернативу Мафиози То есть мафиозника Три А комиссар Один Да Вот Тогда слишком Духуя молчунов Блять Для комиссаров Понимаете о чем я Да То есть у них Значит какие-то Другие роли важные А остаются Из важных ролей Только ну Мафиози Собственно говоря Я бы Выставлял На голосование Ну еще Длиннобойщик Ладно Он еще такой Как бы еще Такой Ля-ля-ля Что-то чешет Вот Из самых Подозрительных Из них Это Хризман И Эдвард Вот Они прям Вообще Такие Блять какие-то Тихонистые Пиздец Такие сидят Я наоборот Говорю Эдвард Тихония Нет Он смеялся Он смеялся Чего-то Один раз Похихикал А в основном Моменте Он на самом деле Молчит Он говорил Когда вы ему сказали Что он Типа смеется Духуя Давайте Минуту Уже Это общее Было время Давайте Начнем С чайного пакетика Речь Во-первых Я хочу заметить Что Марти Видимо Словил шизу Потому что В первом раунде Он сказал Что Алексей Слишком активный Должен быть уставшим А сейчас он говорит Что он наоборот Слишком уставший Нет Я сказал Что он тихий Я сказал Что он тихий Он представлялся Как-то Как-то активненько Для демообольщика Да А потом резко Замолчал Это подозрительно Ладно Возможно Согласен Возможно Он не заметил роль А потом заметил То что он мафиозник И решил замолчать Не-не У меня есть Проблема А ну ладно Ну потом скажешь Тогда Мне кажется Что если Иисус В итоге И правда Был мафиозником То Их осталось двое Это хорошо Вот Как бы Потому что Чем меньше мафиози Тем лучше Собственно На этом все Я думаю Извините А ладно Я потом скажу Я кстати Да У меня мысль появилась хорошая Арлин Арлин Да Ну что Я придерживаюсь Все того же мнения Что Три мафиози Сидят Рядом Это Наш Алексей Артем И Сик А почему В основном По тем же причинам Которые уже были Выше Высказаны Алексей и Сик Вообще Разномес Все Можно начинать Да Можете Нажать кнопку Потому что Я не понимаю Кто говорит Вот Я говорю То что Знаешь Было обидно Это ж не по очереди Погоди Это ж не по очереди Арлин говорил уже А У нас смещается же Блять Да Так вот Было обидно Что аж прям Я тут Смотрю Пытаюсь разобраться Кто в чем Я понимаю Что надо принимать решение И ты тут сразу же На меня Тут Выставляешь Все стрелки Типа я молчу Вот Прям на самом деле Прям как будто Шизу словил То что Я против тебя Буду голосовать Ну блин Насчет них Я прям Тоже не уверен Но с таким вот Рвением Уж Как-то так Ты у меня будешь Подозреваемым А вот кто еще Один или два Это вот Да Надо еще вот Подумать Сейчас вот Я закончил Ну Не обелел Ну в общем Да Я считаю На самом деле Это Алексей Это Алексей Я нажимал кнопочку Не знаю Видно Не видно В общем Я считаю Что это Эрлин Он слишком активный Даже для мирного жителя Максимально активен Насчет Кримзона Не знаю Там говорят Молчаливый Не молчаливый Тут я к сожалению Не скажу точно Сик Я думаю Он все-таки Красный Вот у него Есть какая-то Позиция Своей Он ее высказывает Довольно нормально Насчет Эдварда Я не знаю Просто всех Кого мог в грязь Втоптал И как бы Ну такое Чай Чай он там Если помните Лутался Оружие для мафии Важно Ну такой Подозрительный человек Который еще и на столе Стоит Так что Можно тоже задуматься Можно я сразу скажу В аргумент Что данное Лут оружия Был сделан Не ради своей наживы А ради спасения Оружия Хильга Чтобы потом его вернуть Поскольку Через 5 минут Она магическим образом Пропала Спасибо Привет, Анжел Скажите, что он сам Дострелил Снезавет Господин Маф Так, а это кто говорил Еще раз Просто не включили Колоночку Это говорил Алексей Я просто не могу Я нажимаю на Б И вроде нету ничего А, нет, нет Это Алексей понятно Вот сейчас Сейчас только что говорил Чай Я чай А, чай говорил Все, понял Который оружие Подобрал А в тебе, Алексей Ну как удобно Смотри Он убил Короче Хильга Слабутал Его оружие И сказал Что это Просто Чтобы его Сохранить Это оружие Подозрительно Я так считаю Смотрите Если вы считаете Что это Подозрительно Я могу вернуть Это оружие Прямо сейчас Вроде бы Я не знаю Можно ли это Сделать Нет, нельзя Нет, нельзя Блин Ну Что ж Тогда я Правда Я сразу же После того Как мы выйдем Из-за стола Я верну оружие Хильга Это не было сделано Для наживы Я как бы Никто не говорит Про наживу Говорят насчет того Чтобы ты потом Себе в следующем раунде Сделал алиби Чтобы на следующий день У тебя оно было Каким образом Ну смотри Ты говоришь Я его поднял Только ради того Чтобы оно не исчезло Через 5 минут Я просто тебя назвал Мафом Потому что ты поднял Оружие Я сказал Мафиози Нужное оружие Чтобы убивать людей Ну так это было Ну тогда Это не имеет Да, это вообще Пиздите о хуйне Которая Не имеет отношения Да, абсолютно Давайте дальше Артем Время только тратите Так, ну Мне, конечно Показалась Речь чая Странной Насчет того Что вот Два Скорее всего Два мафиози Осталось Это отлично Это реально То есть Это действительно Хорошо Но как-то Мне показалось Это подозрительно Возможно Я опять сказал Фигню Но Эдвард Вернер Подметил Я не опытен В мафии И поэтому Говорю Что Ну собственно Говоря Думаю Думаю Я в данном Это На этом Все Пока что Так Значит Выслушав Вас всех Ребята Я еще не говорил Алло Я следующий Сейчас А Все Да Я следующий Говорю Значит Мне очень Очень не понравилась Речь Арлина Канри На этом кругу Прям Очень не понравилась Потому что Он про Иисуса Вообще ничего не сказал Как будто бы Он маф Иисус был тоже мафом А вы уверены Что Иисус был мафом? А вот это тоже Да Это я предполагаю Короче То что Если бы он был мафом Иисус То Арлен бы Как-нибудь Ну не знаю Отвел бы Но он этого не сделал Вообще Про Иисуса Вообще ничего не сказал В этом кругу Подозревая меня Допустим И Алексей Алексей У меня сейчас Окраснел Но все-таки Не до конца Я не знаю Мне Для меня он Серый Но все равно Это нейтральный Значит Арлен Ну просто Черная речь Жутко черная речь Не знаю Если проверили Эдварда Не знаю Проверьте Марти От Эдварда Если проверили На этом ходу Эдварда Проверьте пожалуйста Марти Я буду голосовать Против Арлена Здесь На этом кругу Призываю вас Тоже всех Голосовать Против Арлена Потому что Ну явно Черная речь Последний Маф Скрывается Среди троих Этих молодых людей Алексей Больше красный Для меня То есть Либо Хризман Либо Артем Либо Это у нас Очень классный Маф Который играет Под красного Эдвард Вот Нужна его проверка Поэтому Если Не знаю Шериф выживет Проверьте пожалуйста И можете Вскрываться И ваши проверки Рассказать нам Я думаю Что нам Это уже Раскроет все карты Спасибо Я могу говорить Да? Да Я хотел сразу Сказать Марти То что Допустим Такая тема Если шерифа Сейчас убивают И он не вскрывается Каким-то образом То он не сможет Сказать Типа свои проверки И тем самым Допустим Мафия может Увидеть то Что шерифа нету И они могут Прикинуться Типа А я шерифа Я придел Ебать Долбоёб Блядь Такая тоже может быть Видишь Сценарий Ну в общем Ладно Сейчас говорю Так а это К чему Я еще не понял Честно говоря Ну тебе просто рассказываю Так ладно По столу Какой долбоёб Блядь Максимально сейчас Очернился Пиздец Очернил Меня в том числе То он сказал Типа что А вот ты мне сказал то А вот ты мне сказал это И тем самым Блядь Я первый раз играю в мафию И даже сейчас Ты понимаю Какой он дегенерат Блядь Пиздец Блядь Какой тупой Он не мафия Но он почему-то На Орли нагнал Хотя в прошлом Иначе он Блядь Или он узнал Что я внезапно Какому-то хуя Либо это он не мафия Прошу Прошу прощения Перебью Просто рассказывает Слишком странный рассказ Слишком странный рассказ Как я говорил Между Эдвардом Слишком странный рассказ Блядь Обращаясь ко мне У меня маф У меня маф Скрывался Среди вас троих То есть Орлин у меня был В итоге Орлин Все спасибо Ну в общем Сейчас я хотел Продолжить То что Орлин Действительно В прошлом была Белая речь А сейчас Он максимально Как-то подчеркно Сказал Во-первых Потому что Зачем Про Бога Так же ничего не сказал Ну ладно Много хранего не сказал На берем столе На этом столе Уже кругу А про Сказал то что Сика И вот Алексея Вроде бы говорит То что они мафия Хотя они вообще Такие противоположности Что Либо просто Один другого Не догонят Либо действительно Один мирный Среди них Один черный Что я думаю Что мирный стик Вам всем понятно Алексей с Хризманом Действительно У них какая-то Черная карта есть А Орли Возможно Он тоже черный Поэтому прислушиваюсь Скорее всего К стику Все спасибо Короче по Я сейчас На самом деле Замешались Мне кажется Что вполне Мы могли сделать Неправильный выбор С Иисусом Объясню почему Странно что Два человека на мафии Не смогли договориться И не выстрелили Это идиотизм Два человека Не смогли договориться Слишком что-то маловато Мнений Для того чтобы Они не договорились Это первое Вот Во-вторых Обелел Дальнобойщик Ой не обелел А как-то А краснел Который чем мирным Более стал Я согласен Что дальнобойщик Чуть более мирным стал Вот Эдвард Как бы под вопросом Орлин Короче с Сиком Соглашусь А Сик Еще я сейчас думаю Что он все-таки Для меня Больше красный Потому что я не верю Что если Сик Мафия Мафия не смогла договориться Кому стрелять Типа Ну если ты помимуф На супер 200 Акью Не стрелять Специально Чтобы мы задумывались Это идиотизм Кстати есть такой муф Если чем Так Теперь это стало Подозрительно Нет я просто говорю Что бывает Да Ну окей Тогда Ну бля Все это реально Стало подозрительнее Сейчас это узнал Стало подозрительнее Но в общем Да Я короче считаю Что мы могли ошибиться С Иисусом Потому что Для двух человек То что мафия не договорилась Это типа супер странно Если я не договорилась У нас два амбецила Если два амбецила То я значит знаю Кто Скорее всего Мафия Это Хризман И Возможно Орлин Либо Ну нет Эдвард навряд ли Получается Новенький Кто не знал Что может быть Не сострял Это ты Марти тоже подходишь Кто Чтобы не знал кто Что нельзя стрелять Или что Да Потому что ты Когда узнал А вот почему Они не убиты А кто это говорит Скажите пожалуйста Кто это говорит Эдвард Эдвард Так Вот это интересно То что ты такой сразу А почему их не убили А что случилось А может разве быть Так Проверьте Эдварда Либо Марти Проверьте реально Эдварда Эдварда Либо Марти Проверяйте У меня нет смысла Я супер красный Можете меня проверить Заодно Мы голосуем за кого Орлин А почему Ночь Типа По идее А вот Давайте за Орлина Эдвард Ебать Подозрительный После этой Пиздежа Сначала Мне показалось Наоборот Красным Потому что Он мне так Начал говорить Про Мента А потом Главное решение Можете так сказать А мы можем Сейчас разговаривать Вообще Не знаю С вами Пух Хочу не открываться У нас уже Времени Нет Я Эдварда Уже проверил Он меня сейчас Убьют Наверное Потому что Чё блять Эдвард Мафия Нет Так Проверил Проверил Вот Долго Терпил На терпилочах Я был Приходилось Сказать Касательно Джесса И Орлина Вообще Не ебу Вот Орлин Скорее всего Да И вправду Был мафией Остальные Вообще Не знаю Вот еще Оказалось У нас есть Ти-эффект Здесь Вот Это чай Не заметил Нет Заметил Говорил В общем Гарантированно Хризман Это Мафия Я его проверил Почему проверил В самом первый раз Когда я мог проверить Потому что Мне сразу показался Подозрительным И сразу же проверочка Дала что он мафия Я проверял Эдварда Эдвард не мафия И Господи Кабач А и проверял Алексей Алексей не мафия Просто учтите это Если я сдохну Сейчас Просто учтите Эдвард не мафия Алексей не мафия Хризман Гарантированная мафия Остальных Ну вы сами понимаете Не ебу Это прям вот Стопроцентная Такая информация Эдварда Эдварда только сейчас проверял Вот только сейчас проверял Когда меня просили Проверить Эдварда Я проверил Алексея Проверка Эдварда Хорошо сыграла Потому что честно Меня в прошлом кругу Очень насторожило Как он топил Чтобы комиссар вскрылся Он прям хотел Он на прошлом На прошлом Что должен вскрыться Потому что Вот его сейчас убьют Он ничего не скажет И он прям топил за это Вот Ну я честно Это выглядело Я не топил Нет вообще Мув от Эдварда Я скажу Был просто Пиздануто Подставочный Ебануться Слава богу Что мафия Забила на него Хуй блять Потому что Я его провел Я его провел на первом круге Это мафия Гарантированная Эдвард И Алексей Не мафия Они могут это подтвердить Они оба не мафия Все Собственно Если есть еще комиссар То скажите Я комиссар Блять Я говорю Я проверил Эдварда На этом кругу Он Значит верю Он не мафия Проверял Алексея на втором кругу Он не мафия На первом кругу Проверил Хризмана Он мафия Сразу же Потому что Он мне сразу показался Подозрительным Я его сразу же проверил И он оказался мафией И я вам как бы Ну намекал на него постоянно Что он что-то молчит Блять Пассивный Бла-бла-бла То что я пытался Не вскрываться Какое-то время В принципе В принципе В принципе все Да Чего он А кто вообще остался Я просто не вижу половины игроков Алексей И я не проверенный Если Нет Алексей проверенный Алексей для наборщих Правильно? Он не проверенный Да-да-да Алексей я проверил Он не мафия Я его проверил Значит остался Артем Вот это придумал Я вообще даже не понял Артем и чайный пакетик Артема я не проверял И чайный пакетик У тебя сколько игроков остался Эдвард я Шесть Чайный пакетик Хризман Дальнобойщик И Артем Правильно? Все Смотрите Хризман мафия Голосуем сейчас все против него Я это гарантирую А проверять Выбирайте кого Чайный пакетик получается Он-то самый подозрительный был Ну типа если меня сейчас грохают Вы Сами Я сейчас Вот я заявляю Что проверяю Ну да Меня так грохают Короче если что Чайного пакетика потом Наверное Если сейчас игра не закончится После того как Хризмана вынести То получается Ну вот значит Еще одна мафия сидит Хочу сказать что Просто За что я Сказать можно? Да Да Вот насколько Можно убедиться Что он Типа комиссар Вот кстати да Вот прям Насколько топит Просто вот Я не представляю Гениальному под мафию Ладно Первые два там круга Потом на меня Это пошел Ну ладно На эмоциях Я ему тоже высказал А тут аж прям Все затопил Прям В смысле Я вскрылся Потому что нам уже жопа Как бы Я знаю что ты мафия Надо тебя выносить Остался последний Если два человека права Мы победили Если мы сделали Правильный выбор С Арли и Джизом То мы выиграли Но у меня единственное Что Как бы Немного Сбило Что на предыдущем круге Да это было Когда мафия не договорилась Что-то не выстрелило Типа для меня Это стало пиздец Подозрительным Потому что такое ощущение Что мы проебались С одним чуваком Если мы проебались С одним чуваком То получается Хризман мафия И Ну скорее всего Чайный пакетик А один одного Мы грохнули просто так К слову Нас осталось Шестеро человек И Ну Я ничего не хочу сказать Но Это может быть Во-первых Ну типа я просто представляю Скорее всего Это не так Ладно Хорошо Я не знаю Честно Но Прикиньте Если Хельга Был комиссаром И сейчас просто Мартик Как гениальный ход От мафии Вкидывает То что он комиссар Еще раз говорю Было бы очень хорошо Было бы очень хорошо Но он говорит Что он скрылся То что он показывает Типа свою карту Он раскрывает себя Я скрываюсь Да Я комиссар В этой игре комиссар я Еще раз говорю Я Эдварда проверил Эдвард не мафия Алексей не мафия Хризман мафия Все Вот мафия Хризман гарантированно Это я вам просто Блять Ручаюсь на хуй Хуй на отсечение Голосуйте Что вы Можете блять Потом меня выносите Посрать Но если вы нести меня То как бы учтите Что проебете Один круг Но потом выносите Хризмана Это просто гарантия вам Выносите Хризмана Так или иначе Хризман Это мафия На первом кругу проверил Он сразу оказался мафией Не я в ахуе Честно Я в ахуе Ты в ахуе Потому что я тебя Блять На первом кругу Как лоха Блять Раскрыл За твою пиздежа Вот это реально Блин Вот это вот Реальное в ахуе А в остальном В остальных Не знаю Сейчас Артем говорит Да А у нас все еще Сохранилось правило В очереди Просто я не уверен Здесь разнобой Что могу сказать Ну мне Ну я уверен А стоп То есть 100% Марти уже мафия То есть Ой в смысле мафия Комиссар Ну Я как бы Даже если нет Не 100% Я уверен Что в марте Комиссар Это конечно Это Ну я буду против Хризмана Потом против Чайного пакетика Мне больше ничего Не остается Я Собственно Ничего не могу сказать Все да Ну я могу еще сказать Ну сейчас моя очередь Как бы Вообще Так так Алексей до Артема должен был Ну да Ладно Ты же говорил уже Алексей Нет Ну ладно Нет Нет Я таблетки пил Вот здесь Чувак Это играть Насчет Марти Он точно Комиссар Это был хороший Мув Марти Я тут соглашусь Я даже не знал Что мне проверили Хотя я потом Это понял Когда сказали Что я все таки Покраснел для вас И не только для вас Но и для Сейка В принципе Значит Казним Хримзона Насчет чая Я еще тогда сказал Что он какой-то Все же подозрительный Так что Насчет чая Я думаю Да Его тоже стоит Либо проверить Либо Если получится Казнить На следующем раунде Насчет Артема Я ничего особого Сказать не могу Вот если честно Ну и все получается Эдвард у нас тоже красный Все, да? Да, да, да Так Марти Ты в общем Алексея проверял Он белый? Алексей белый Эдвард белый Ну белый это Мирный, правильно? Ну это я Да, все Ты белый Я тебя проверил Алексей проверял Хризман В общем Ой, не белый Красный, бля Короче, вы Мирный А этот Хризман Мафия Вот Я хочу что сказать Если это гениальный мув такой Типа суперзлодея То это будет Прям вообще Слишком гениально От Марти Но ладно Я ему поверю Потому что я комиссара Больше тут не увидел Да и в принципе Других логических путей нету Да и Марти До этого Говорил довольно По-красному И пытался как-то Разобраться в игре И как-то понять Кто из вас кто Хризман Это на всех Двух-трех столах То, что сейчас было Он максимально по-черному Говорил Это сто процентов Я верю То, что он в мафии И так понятно По Алексею я сомневался Но если Марти Верит то, что он белый Значит он все-таки Белый Сика Сами понятно Убили Потому что он был Максимально красный И все прочее Артем Также для меня Белый остается Ну и сейчас Убираем Хризмана Если еще игра продолжается Тогда чайного пакетика Убираем И изи вин Все Так, ну что Все хреначим Или как Как-то Мы можем это пропустить Ага Неплохая попытка Хризмана Просто А что ты хочешь от меня Когда Все против Что я сейчас буду Распинаться Типа это не я Блин Тут уже все Все высказались Как не знаю что Наслаждаюсь Наслаждаюсь моментом И все Опаньки Я был прав Что они Мы Минуснули Я был прав Я был прав Я начал проверять пакетика Я был прав Что минуснули Я был прав Что мы минуснули Что два человека Не договорились Это идиотизм Я так и знал Что третий Третий за столом Еще Да Меня убили Все Так ну Можно Я сразу Потому что Смотрите Ну как бы Хочу сказать Что Смотрите Сейчас Марти сказал Что он Чекает меня И если я Оказываюсь черным То он говорит И выкикаете меня Честно Типа Ну Марти Да Он явно Красный Потому что он выжил Умер Суть не в этом Суть в том Что Короче Как бы так сказать Мне кажется Честно Вы мне не поверите Сто процентов Не поверите Я все Я умер Скорее всего Потому что вы не поверите Ну смотрите Марти сказал Что он будет Чекать меня И сказал Что типа Вот если вы Убиваете Если его убивают То это Точно я Для мафии Последний Оставшийся Которая осталась Если Ну Арти Был прав Значит У нас осталось Ну две Или одна Мафия Потому что Хризман был Пакетик да Скорее всего Артем Пакетик У нас есть выбор То что Пакетик скорее всего Так Ждите У него мысль Очень странный сейчас А Эдвард и Алексей Получается Тоже красный Я пропустил Алексея Потому что у меня его нет Он невидимый Да-да-да Все Поперед В том что Мне кажется Что это был гениальный Маф от Артема А ты все улыбаешься Да Да я просто веселый Понятно Как хотите Короче Ну Понятно что Ну ты окей Я понял Ты уже точно будешь Против меня голосовать Но я говорю Мне кажется Это гениальный маф от Артема Потому что смотрите Марти говорит Что он чекает меня Если он бы чекнул меня И оказался красным То это смерть для Артема Если бы он чекнул меня И оказался черным То это смерть для меня И как бы Ну Все в том что Артема было выгодно Убить его Чтобы Во-первых Потому что если его убьют То подумают точно на меня Потому что он сказал Что он будет проверять меня А Как бы Если ему меня проверят И он скажет Фу Что я красный То Артему Смерть Потому что его не проверили Но остается последним И честно Если бы даже я был мафией смысл на него убивать. Ну, типа, и так понятно, что вот все, вы сейчас меня кикнете. Ну, я и так это понимаю, как бы, что вы все против меня настроены. Я говорю, правда, это для меня это гениальный мув от Артема, что вы просто сейчас кикнете мирного и проиграете, потому что останетесь три в одного и... Ну, или, да, три в одного и как бы все, там мафия убивает ночь и... Крича, я не знаю, как вы... На втором столе я за кого голосовал? На втором столе я за Джизуса голосовал. Потому что он знал, что он не этот, а Арлинг Канри. Ну, да. В общем, ладно, я не знаю, как... Блядь, надо было на третьем столе спрашивать, на третьем, блядь, а не на втором. Леш, что ты думаешь? Давай, говори. Ну, смотри, как-то слишком складно он и быстро все это придумал, додумался как-то гениально быстро. То, что это, скорее всего, его могли таким образом подставить после того, как Марти сказал, что все-таки мы мирные, а вот там другое черный. Точно, если что, убейте меня. Ну, вернее, чай убейте. Так что я думаю, что это он все выдумал за пару секунд. Это, скорее всего, гениальный мув именно от него. Почему-то мне именно так кажется. Можно сказать, если ты говоришь, что у меня слишком складно все, то как бы, ну, я... Ну, да, смотри, вот просто за пару секунд ты уже придумал теорию, то, что это специально, скорее всего, очередь поставить. Я сразу скажу, я ожидал этого мува. Я, честно, я ожидал этого мува, я ожидал два мува, что Марти... Что, типа, Марти убьют или что его не убьют. Но, скорее всего, для меня было логично, что его убьют. Потому что, ну, иначе это точная смерть для Артема. Потому что, ну, как бы, он знает, что я красный, все. Как бы. А сейчас появляется неопределенность. Я говорю, я продумывал этот план, честно. Я речь продумывал. Ну, то есть, я думал, как это... А ты понял, да. Потому что, ну, ты говоришь, что я за две секунды ее придумал. Ты говоришь, что я... Ладно, понятно. Артем, давай Артема послушаем, что он скажет. Честно, это речь продумана заранее, признаюсь. Типа, я думал, как говорить на этот счет. Потому что, ну, там нужно как-то выжить. Артем. А, да, да. Так, чайный пакетик. Ты недооцениваешь мою глупость. Я настолько бы все не продумал. Честно. Ну, для меня очевидно, что это чай. И, как бы, все. Я... Очевидно, что для нас двоих, очевидно, что мы друг. Смотри, если убью... Если бы... Для любого из нас... Если бы мы оба были мафиями... Для любого из нас было бы логично убить Марти. Он проверяет тебя. Если ты черный, все. Если он проверяет тебя, ты красный, все. Тут, как бы, типа, и то, и то. Так что это не аргумент абсолютно. Да. Ну, и все. У меня больше нечего сказать. Короче, ладно. Решение на вас, как бы, ну... Я не знаю, тоже не знаю, что сказать. Короче. Ёх, слышишь? Я говорю, о чем могу сказать? Вот смотри, для меня не так все однозначно, потому что я уверен был... Я даже сейчас думаю, что это четкий чайный пакетик. Он для меня всегда был каким-то серым, если ты послушал... Я для тебя был серым, потому что я посмеялся на втором кругу из-за смерти Хель. Ты серьезно? Не только не за это. Ты и сейчас посмеялся. Что еще? Дай мне договориться. Сейчас, потому что... Окей, извини. Просто типа... Смотри. Артем, почему для меня тоже неоднозначная личность, потому что он мог, типа, такой, я новенький, все нормально, все хорошо, и чисто быть такой серенькой, темненькой овечкой и так доползти такими методами до финала. И тут типа он опять говорит, ну, я не знаю, для меня, наверное, очевидно, я вот как бы все ничего не знаю. И тоже у него... Посмотри. Чайный пакетик как-то максимально хочет... Он не сдается. Он говорит. У него как будто есть обида в том плане, что типа, чуваки, если вы сейчас проголосуете, то вы не выиграете и все. А Артем такой типа, ну, блин, я думаю, что это он. То есть для меня не все так однозначно. Вот. Ты как думаешь, Лех? Дай мне сейчас переварить еще немного информацию. Я просто тут немножко под таблетками, потому что думать не могу абсолютно. Артем еще такой говорит, типа, ну, блин, все... Это понятно, что вот сейчас нужно было убить Марти, потому что это вот все... Ну, как будто это он его убил, и он сейчас рассказывает о том, что, ну, это было очевидно, что надо было его валить. Ну, опять же, чайный пакетик... Нет, как бы это действительно так очевидно, что Марти убьют. Как бы комиссар вскрылся, и все, нету смысла его оставлять в живых, чтобы он еще кого-то дальше чекал. Ты закалываешь? Что думаешь? Дай я одну минуту. Меньше даже. Сейчас, секунду. Чайный пакетик. Чайный пакетик. Вообще вам прикольно поиграть так в мафию? Ты как? Что вы думаешь про Артема? Словом, ну, типа, я говорю, я... Это Артем. Типа, я красный. А насчет смеюсь, честно, я смеюсь просто потому, что, ну, я сегодня не выслушусь, а когда я не выслушусь, я рву со всего вообще. Абсолютно. Ну, типа, это понятно, что это никак не проверить, это не аргумент, но, типа, если насчет смеха, то меня порвало с того, что Хельга умер, с него выпало, и все, я с тех пор сижу с улыбкой. Ну, я не знаю, вот, знаешь, либо ты дегенерат, который, знаешь, эту одну историю помнит, и ты теперь будешь, вот это, знаешь, смеяться. Ты, знаешь, такой типок, который среди таких серьезных друзей начинаешь ржать внезапно. А потом его спрашивают, почему ты ржешь? А он такой, а я вспомнил, как я в четвертом классе там поскользнулся на мыле. А это оказалось не в классе, а в тюрьме. А в тюрьме. Да. Ну и вот. Поэтому, не знаю, почему ты можешь над этим так долго смеяться. Поэтому все-таки ты для меня, наверное, больше черный. Я говорю, потому что, не, потому что, потому что я не выспавшийся, типа, как бы, я не знаю. Тут надо, как бы, знать человека. Ну, слушай, да, я подумал. Я все же буду голосовать за чаем. Как бы тебе так объяснить. Я тоже. Как я уже сказал, да. То, что эта история у него появилась, вернее, он так ее складно рассказал, и то, что он сам сказал, что он очень долго ее продумывал. Да, да. Поэтому все-таки чай. Ну да, потому что, ну, потому что логично, типа, ну, серьезно, ну, блядь, вы будете голосовать за меня, подождите, дайте рассказать, типа. Давай-давай, говори, 30 секунд. 30 секунд через. Ну, я не знаю, что сказать. Типа, нервничай. Я продумывал. Нервничай. Я, потому что мы сейчас, блядь, взырем. Потому что я продумывал это, серьезно. Да, я продумывал. Ожидаемо было. Марти вскрылся. Ну, типа, ожидаемо. Вы сами говорите, что ожидаемо, что его убьют. И, типа, для меня было очевидно, что Артемова убьет, потому что человеку, меня, что это неопределенность. Пожалуйста, ну, типа, не я, это серьезно, не я, поверьте. У нас 2 на 2. Блядь, ну еще раз голосуем. Что за бред, блядь? Они же договорились, куда принимать. Блядь, еще раз. Мам. 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 Чеу-а-а. Какой я дегенерат, пиздец. Я подумал, что это второе дневное голосование, сука. Так, че, это, как его, ну, че, игра закончена? Нет, по факту все, потому что сейчас меня кикают, да. Я же говорил, Эдвард, надо голосовать за него. Ну, у него в конце была очень такая ручка. Пожалуйста. Да нифига, блядь, подождите, вы проголосовали не за пакетик, блядь? Я голосовал за пакетик. Поэтому никого не выгнали. За кого проголосовали ты в итоге? Против Артема? Да, против Артема. Проголосовали 2 на 2. Я против пакета голосовал. 2 на 2, чтобы продолжить игру. И уже понятен. 2 против Чая, 2 против Артема. А я так, я не знал, как устроена эта мафия, поэтому я думал, что сейчас пойдет второе голосование, потому что у меня сразу же появилось окошко. Блядь, я случайно Артема убил. Блядь, ну это пиздец. Я же сказал, ебашьте, блядь, чайный пакетик после этого. Ёб твою мать, после... После Хризмана ебашьте пакетик, блядь. Нахуй вы, хуя, не знаю. Я еще объясню, почему его нужно... Как в итоге мафии, кроме пакетика Уэлл? И, кстати, я был прав, что мы ошиблись с одним чуваком. Мафии 2 было. Да, да, Иисус, конечно, умер. Был Хризман тоже мафии, но, блин, у меня на второй ночи не было голосования на убийство. А, я думаю, что баг, я... Из-за этого мы это-то... Не кажется, сказали ли, у нас было 2 мафии. Я хотел... Нет. Сейчас, такой прикол, что... У нас 2 мафии было. А, да, 2? Ладно. 2 мафии. В предыдущей игре, когда мы с вами играли, такая же проблема была, то, что у Кота не было голосования. Кричи, блядь, все... Нет, почти, мафии как бы 3, но одна мафия не голосует. Нет, 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 просто было 2 мафии. Подожди, а Иисус мирный, получается? Иисус мирный был. Да. Так это бред. Хризман и чай. Ну, я так сказал, блядь, просто не знал бага, что третий жив, ну, типа, третий жив. В данном случае... Но в данном... Да, в данном случае его и не было, да. Его не было, да. Так это бред, получается. Но странно, что мы не договорились. Да, было бы настроено, но выиграли. На 10 человек должен быть 3 мафа. Так, нет, если у вас был трое, не факт, что вы выиграли вообще, даже в курсе, да. Это вообще в этом случае... Ну, в мафии, значит, очень тяжело было играть. В середине игре я хотел сказать про то, что может быть баг, типа, то, что... Мы как-то так с Эдвардом и Марти, блядь, так обосрочно. Типа, один дегенерат, Артем тупой, там, потому что первый раз играет. Что-то мне так... Просто интересно. Можно спросить? Вопрос к Алексею. Если бы сейчас умер ночью Эдвард, кого бы... Ну, и кого бы ты кинул? Я бы тебя в любом случае кинул. Ты бы меня кинул, даже если бы били Эдварда, да? Конечно. Ну, очень подвесен. Слушай, ты для меня подозрительный был. Слушай, наоборот, для Эдварда был подозрительный как раз-таки я. Хоть хоть не плохо. Нет, для Эдварда был подозрительный больше я. Для Эдварда был больше подозрительный я, и поэтому, с точки зрения Мати, тебе было бы логичнее убить Эдварда, потому что он сомневался в том, что это я. А Алексей сразу говорил, что это я. И как бы... Ну, для меня... Ну, качлаймам. Ну, качлаймам, все равно. Игра закончилась, я заруинил последний клик. Пиздец. Я говорю, для меня был странный мув, потому что ты историю свою продумывал так долго, и в итоге ее так быстро рассказал, не запинаясь даже. Выжившие сделали мув, блядь, тоже такой. Да, да, гениально. В конце, блядь, нахуй. Это я вообще... Как Эдвард тебя он уговорил, не голосовать и... Это вообще, блядь, пиздец, блядь, блядь, блядь. Простите, пожалуйста, прости, что трахнут. Генго, прости, что убил первым. Да я не, я кстати, потом подумал, что вдруг ты, ну, потом ладно, потом... Но как я Хризмана раскрыл на первом круге, это вообще Рафаныч было, блядь. Да, да, да. Чисто мастер мув, блядь. Если бы вы не знали, что две мафии, то, в принципе, вы поскрылись на... Раньше бы... Ну, типа, потому что, если две мафии, то вы одного вскрыли, и потом просто думаете. И все. Тогда я думаю, если бы было две мафии, мы рестартали, потому что это, ну, типа... Ну, да, да. А там по-другому пойти... Я, кстати, не знаю, Сик, ты у тебя какой-то там меню в создании мафии? Типа, сколько мафии или сколько мирных? Нет, мафии не показывают. Вообще, это должно как-то автоматически настраивать. Так, ладно. Это было весело, на самом деле. Вот, прикольно. Я уже пойду, надо отдыхать. Хорошо, понимаю. Все. Поэтому, да, всем пока. Пока-пока. Готим. Темка, да, мы потом. Ну, все, я... Так. Ну, не знаю, что-то мне понравилось, честно говоря. Ну, так, нормальная, разминочная... Разминочная каточка первая вообще. Ну, нормально. И, конечно, дохуя еще чего не понимаю, ну, в любом случае. Ну, примерно, примерно ясно что-то как. Скучно? Не знаю. Было, по-моему, было прикольно. Блядь, я бы не сказал, что было скучно. Не сказать, что было разъебно, конечно, но не сказать, что было скучно, ебать. Так, что... Так, что хз-хз. Так, поехали до офиса и там на парковку и там уже выйдем. Надеюсь, в следующий раз будет. Посмотрим, посмотрим. Так-то было прикольно, да. Бля, мне еще, на самом деле, роль сложная попалась в самом начале. Пиздец, блядь, комиссар. Для первой игры это, мягко говоря, хардкорчик, блядь. Для первой игры заебись быть мирным, чтобы ты поболтал, чтобы ты, так сказать, прощупал, бла-бла-бла. А тебе сразу дается комиссар, блядь, очень важный. И ты должен не палиться, при этом намекать, блядь, при этом ты первый раз играешь в мафию. Ну, такое. Спокойной ночи, рыборыбка. Че, чат, мы пойдем с вами ебашить Вайзека или пойдем отдыхать? Так-то, конечно, блядь, не знаю. Я, конечно, устаю немного, я бы отдохнул. Спасибо.